Добрый день, меня зовут Харина Анжелика Сергеевна, это финансовое агентство по сбору платежей, слушаю вас. Это я вас слушаю, вы ж мне позвонили. Звонок вам поступил от автоинформатора, приняли желание привести вы к специалисту, с какой целью? Чего-чего? Помнять мне пожалуйста. Мне поступил звонок, звонил телефон в кармане у меня, я взял, мне робот сказал нажать единичку, я нажал. Вот, с какой целью перевели звонок? Вы Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, я правильно понимаю? Да, я из вежливости перевел, вам же что-то от меня нужно. Вопрос, вы Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, все правильно? Репит, да, из вежливости перевел, потому что вам от меня что-то нужно, помните так сказал, репит по-английски, значит, повторяю. Сумма вашей задолженности по состоянию на 25 июня текущего года по продукту Visa Gold составляет 621 850 рублей 91 копейку. Сумма выставлена вам на полное взроскание, то есть графика платежей у вас нет, при этом сумма долга остается нефиксированной, и она может увеличиваться за счет штрафных санкций. Данная информация вам понятна, Дмитрий Евгеньевич? Абсолютно, не первый же раз говорите. По требованию Банка Русский Стандарт в настоящий момент нам не поднялось сверить с антактной информацией. Назовите дополнительный номер телефона для связи с вами. Нет такого номера. Назовите адрес вашего фактического проживания. Сначала вы назовите адрес своего фактического проживания. Могу представить адрес нашей компании, это город Москва, улица Крутицкий, Вал, дом 14, офис ФАС. И какие отношения у вас от этой вашей компании со мной? Банк Русский Стандарт находится совсем по другому адресу. Банк Русский Стандарт уполномочил нашу компанию провести с вами работу на предмет досудебного урегулирования по вопросу возврата вашей задолженности. Договор у вас агентский, верно? Правильно понимаете. А с кем заключается агентский договор? С банком Русский Стандарт, с руководством банка Русский Стандарт? Агентский договор заключается между двумя юридическими лицами. В данном конкретном случае это банк Русский Стандарт и акционерное общество, финансовое агентство по сбору предметов. Банк Русский Стандарт в лице директора, либо представителя, либо доверенного лица. Ваша организация в лице директора, либо представителя этого директора. А вы кто, дамочка? Что зависаете? Виктор Евгеньевич, я вас слышала, нет, я вас прекрасно слышала. Ну вот вы, дамочка, кто в этой компании? Меня зовут Анжелика Сергеевна. Вы имели честь поставить автограф на этом договоре, да? Или может быть я вам помогу, вам организация ваша доверенность выписала, которая делегирует вам право общения со мной? Вы все сказали. А теперь послушайте меня. Я являюсь сотрудником акционерного общества, финансового агентства по сбору платежей. Доверенность мне не требуется, потому что я нахожусь в штате данной организации. Нет, дорогуша, по закону вести переговоры со мной имеет право только тот человек, кому доверили, либо та организация в лице директора, либо доверенное лицо. Это закон. Я вам говорю об этом как юрист с 14-летним стажем. Дмитрий Евгений Ильич, вы сейчас говорите совершенно безграмотно. В рамках юриденции вы выражаетесь некорректно. Аргументируйте, что согласно агентского договора заключается... Это повторение озвученного материала. А теперь аргументируйте ваши доводы. Уважаемая барышня, я в свою очередь могу аргументировать свои. Уже достаточно весомые аргументы я вот сейчас преподнес. От вас я ничего не услышал, кроме повторения озвученной информации, которую вы заучили. Еще раз повторю, я юрист, у меня 14-летний стаж, я занимаюсь тем, что помогаю людям... Это не относится к предмету переговора. Как же не относится? Я вас просто пытаюсь вам помочь, чтобы вы ахинею не несли. Ваша помощь мне не требуется. Если вы юрист, вспомните, что такое понятие диалога существует. Я знаю, отлично. Ваш монолог мне сейчас абсолютно неинтересен. Ну, если посчитать количество слов, которые вы озвучили и которые я произнес, ваших слов гораздо больше. Только они одинаковые, они постоянно повторяются. Трудно так и задаривать информацию. Параллель с вами вести переговоры я не стану. Да, конечно, куда же? Слышали меня? Ну, хорошо, попытайтесь сказать что-нибудь от себя. Взвешенно, аргументированно. Не забывайте о той информации, которую я вам сообщил. И так я слушаю. Не буду вас перебивать. Дмитрий Евгеньевич, вы абсолютно были не правы касаемо того, что с вами может вести переговоры только лицо, которое подписало агентский договор. На основании агентского договора подписывает лицо согласно с вами директор, либо уполномоченное лицо, которое вправе предстоит интересы нашего юридического лица, но заключает договор на работу нашей организации в целом. Не только то лицо, которое подписывает договор, уполномоченно производить с вами работу, но именно наша компания. Банк «Русский стандарт» уполномочил не определенному и физическому лицу, а именно юридическому лицу. И правильно! Акционерного общества финансового агентства по сбору платежей. Дмитрий Евгеньевич, повторяю вам, что я являюсь специалистом акционерного общества финансового агентства по сбору платежей. Я вам рекомендую включить запись переговора, и прослушать его изначально. Я его всегда включаю, потому что мы вместе с вами можем это сделать на юридическом. И прежде чем называть себя юристом, Дмитрий Евгеньевич, прежде чем называть себя юристом, изначально ознакомьтесь с нормативно-правовой базой, чтобы впредь в такую неловкую ситуацию не попадать. Сейчас, если вас прослушают на самом деле юристы, вы здесь будете довольно-таки весело. Дмитрий Евгеньевич, я повторю, вы физическое лицо, вы сами озвучили полностью. Я физическое лицо, которое заключило трудовые отношения с акционерным образом финансового агентства по сбору платежей. Вы остаетесь вольнонаемным сотрудником, физическим лицом. Как вы представите, что вам позвонит финансовое агентство по сбору платежей? В роли кого? Я разговариваю с вами, делаю вам огромное одолжение. Я могу вас послать, куда подать. Настраивайтесь на диалог, с вами свяжем. И подумайте, что вы сейчас воспроизводите. Себя услышите, коротябрь. Всего доброго. Конечно, конечно.